хей-хей-хей всем привет рад приветствовать вас друзья на канале с вами доктор это space engineer сегодня по плану в серии я планирую уже двинуться на исследование космоса именно сегодня я хочу двинуть в сторону планету чужих так называемая если я не ничего не путаю короче зеленая такая планетка у нее еще спутник наподобие марса только маленький вот я хочу собственно в том направлении двинуться сегодня наверное будет такая серия наподобие разведки скажу сразу я уже туда слетал то есть прям долетел до этого спутника поставил меточки вернулся обратно но на пути обратно у меня случилась беда мне не хватило чуть-чуть буквально энергии для того чтобы дозарядить прыжковый двигатель прям это была проблема я довольно длительное время ворачивался назад потому что чуть-чуть не допрыгнул и порядка 400 километров у меня маслал кораблик просто на инерции но это в принципе решаемо я думаю на наш баги надо будет поставить скажем так небольшие подготовительные работы поставить генератор ну вот на всякие экстренные случаи я думаю он нам пригодится вот плюс ко всему я думаю сразу взять с собой буровичка сварщик не знаю надо не надо если надо будет можно будет за ним вернуться буровичок там пригодится в общем туда полетим посмотрим что почем сделаем разведку сегодня вот такая будет серия приглашаю вас присоединиться для поддержки сразу поставьте лайк есть что сказать конечно же пишите ну а сейчас устраивайтесь поудобнее мы начинаем так сейчас у меня полностью разрядился мой генератор короче база батарейки на базе видите все по нолям все шесть батарей пустые потому что сперва зарядился прыжковый двигатель а потом стали заряжаться батарейки но они дальше продолжают заряжаться оба кинора все генераторы короче у меня и водородные и генератор непосредственно то почему мне это интересно у меня водородные генераторы их там сколько штук подождите у меня их здесь а всего-то 3 до их тут немного по идее давайте сейчас по пока все равно заряжается запустим водородный генератор и я думаю это будет вполне в тему вот установим его где-нибудь здесь а чё тут прям место есть вот я прям вижу сверху на комплектовщик водородный генератор и он я даже думаю органично довольно смотреться будет так подожди чё тут чё-чё куда ты куда чё ты кнопками путаешься вот вот пятерка генерейшн поверни так стальная пластина горит надо нет у меня стальной пластины здесь ее полно однозначно чпок сразу все у меня тут случайно нету ничего в кармана больше нет ничего нету все погнали всем всем откройся так нет если честно желание ребята ставить какой-то ну нету такой тяги ярой мощный большой ставить как и делать какой-то мощный большой корабль да и вообще вот эти передвижные базы до базара нет можно было сделать передвижную базу да и этой передвижной базой потом там двигаться но мне кажется после того как мы поставим сделаем с вами одну здоровую передвижную базу смысл дальше играть пропадет чё только и и летать искать этих пиратов долбить их и все ну а сам процесс инженеринга создания так вот всякие разные механизмы всякие разные агрегаты изготавливаешь делаешь там промежуточной базы мы еще с вами сейчас сделаем вот оттуда вот ведь я меточки поставил оттуда будем летать точнее не будем летать я настрою сюда непосредственно тоже автоматически будет челнычок у нас летать сюда отсюда брать водород увозить туда собственно это все мы тут настроим будет туда-сюда летать по взмаху нашей руки для нашего сварочного аппарата настроим связь с вами удаленную и удаленно оттуда буду управлять этот короче тут делов еще море можно будет делать и не на одну серию этого хватит и все это будет интересно мне кажется также как наш дрон сейчас спокойно может туда-сюда летать мы можем и дальше здесь все настраивать вот и сам это интересная да то есть нам надо с прыжковым двигателями что-то тут творить чтобы хватало нам туда управлять и сюда припрыгать плюс чтобы здесь хватало зарядиться тут видите тут как бы зарядка это все не ахти ну ладно здесь надо будет просто энергетический вопрос порешать это все в принципе решаемо что я хотел я поставил уже пошлите заберем дополнительно основу остальные здесь у нас какие есть чё давай изготавливаю ага вот сразу затарахтел отлично пошла зарядка и давайте знаете я думаю мы его сейчас так давай сюда отсоединись-ка друг так отлично так и я хочу сюда его вывести на панельку давайте мы его выведем на панельку а вот он потому что он у нас навсегда здесь не нужен чтобы работал так все прицепились один вот продолжили так надо зарядить батареи прежде чем летать потому что батарейки у нас прям четыре минуты осталось но это в принципе нормально и пойдемте тогда пока эти четыре минуты у нас есть пригоним сюда вот на этом вот буровички прилетим сядем так отсоединись вот он нам сейчас довольно сильно пригодится там а уже потом все остальное так вылетаем идем сюда так что у нас тут чуток назад и давай там у нас пластина есть поэтому давай прибамблюхивайся отлично так все зацепился да теперь выключай не тратим у нас ничего здесь вот все так ну и что здесь у нас должны были за все батарея заряжена так давай вот этот генератор погасим все заглох ты должен был выключены быть он все равно тарахтит звук короче залипутельный так что у нас от тут теперь здесь пошла зарядка 46 минут он будет заряжаться это если с генераторами я думаю давайте мы генераторы выключим чтобы они у нас тут не тратили все подряд вот и посмотрим что у нас там сколько лет все это будет заряжаться потом так но сейчас у нас все на батареях на солнечных наверно доработает до 698 киловатт нас под поставка время работы 6 часов то есть он еще и на разрядку идет полный исчерпание через 26 минут да ну то есть нам нужно здесь немного немало солнечная энергия но солнышко сейчас будет подходить будет падать на батарейке на на панели и будет заряжаться ладно это уже не так важно важно то что я здесь есть и готов трогать так ну что значит такие подготовительные работы все я сделал поставили генератор 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 у нас на случай ежели вдруг понадобится на постоянку нам не нужен чё ты зависаешь ты алёни тормози так я взял с собой немного немало бурильщика он нам однозначно пригодится так ну и все тронули ребят отцепляемся поехали так теперь поворачиваемся вид поменяй вот сюда так подожди надо сделать так я же не зря туда летал поэтому давайте мы во первых давай вот так вот разгонимся на максималочку и выключим гасители все я буду пока тут настройку уже сокращать расстояние во вторых прыжковый двигатель давай нам нужен здесь я орбита спутник чужих до выбрать орбита спутник чужих и жмем восьмерка полетели кстати здесь по пути а давайте вот чё раз уж на то пошло чё я зря что ли тут но надо сохраниться я думаю наверное перед таким действием полетели пирата помучим так у меня здесь все настроено на максималке да все настроено как положено все погнали так тут еще есть один я думаю надо сделать так выключить гасители и сделать вот такое вот движение лететь к нему вот таким методом чтобы сразу у меня пушки на него навелись и начали по нему стрелять как только подлетать будем ох а там еще и все довольно таки серьезно тому не один акт чё там кто-нибудь начал у меня прицеливаться почему не стреляем вот это моему буровику до досталось ада с ракетницы мне только вы и теперь ребята на одно я узнал железобетонно на этом баги точно не воевать а почему не стреляла турель гатлинга по ракетнице мне вот это непонятно вообще какая-то тупая ситуация по идее должно было вот все стрелять совершенно по-иному но нет давайте попробуем немного по-другому че сейчас мы по-другому сделаем летим просто за три километра остановлюсь и попробую сам просто вот вот сам попробую так давай мы вот сюда настроимся вот это управлять вот это управлять так ну и вот этот мы наверно знаете настроим чтобы она стреляла вообще только по ракетам стрелять по малым блоком по большим блоком пожилой силе пожилой ладно по статичным враги в прицеле так да все отлично сейчас давайте еще раз попробуем пусть подлетает поближе сейчас мы с ним разберемся чё там два километра погнали еще вот это ракетница гадость ох и гадость это ракетница ребята мне весь корабль раздолбили эй да тут еще у меня конечно да да как тут смотрите сразу сколько на меня там у дроны короче это вообще тяжелый боевой какой-то дрон короче ладно не будем мы на него тратить время мы потом лучше сделаем боевой какой-нибудь тоже корабль и и слетаем с ними по вы ее но это попозже сейчас надо нам ресурсов раздобыть сделать ресурсную базу у нас есть энергетическая база то скажем топливная база теперь делаем ресурсную базу так где где куда нам вот сюда наверно так нет это я отсюда прилетел нам вот сюда во во все погнали принципе пока к ним не лезешь они тоже не лезут и такой заправляемся заряжаемся кстати можно пока заряд идет можно вот в принципе прогуляться по астероидам посмотреть может быть где-то уран еще дополнительно по остальным то астероидам кстати на спутнике на том откуда мы сейчас летим там прям на самой планетке есть не урана платина урана нету платина есть прям месторождение в большом количестве можно будет подобывать так такой большой грозный о кто это это железо давайте мы его сразу запишем все это нам пригодится так астероид железо хорошо так а вот этого астероида что что есть интересного у этого тебя вот еще железо а здесь тоже железки я уже их так вижу так а здесь так давай делаем так вот не то астероид к ремни отлично так поехали далее принципе в данном случае ребят мне в достаточно просто надо быть большом количестве льда и собственно энергия у меня будет потихоньку но поступать конечно долго будет заряжаться в таком положении этот но можно даже знаете как то тому прилететь сейчас куда-нибудь и запустить генератор и пусть он заряжает батареи вам не забыть про них или скрипт можно поставить который будет выключать генератор это кстати тоже можно но здесь у меня не стоит программируемый блок поэтому скрипт сюда мы не поставим пока что вот 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 не врубайся не надо а еще такой большой астероид и ничего нет на нем что ли ну как так-то такой здоровый камень и пустой это конечно грустно ладно пошли там было лед лед только лед о о уран ребята это огонь это прям классно астероид уран еще один так ну давай не зря лазили с вами на дыбу на еще одно месторождение урана но это сюда можно будет потом вернуться и кстати у меня тут заодно сразу уже зарядился прыжковый так что давай жмем восьмерку прыгаем так еще один прыжок по-любому потребуется потому ждем зарядки а пока ждем зарядки давайте прогуляемся еще может быть что-то найдем может где-то уран еще ближе найдем лишним он точно не будет а это чё за пятнышко там красное интересном планете может стоит туда метнуться потом прямом смотрите видите убрать вот прям на границе где темная сторона и светлая сторона там прям пятнышко такое оранжевое интересно что за пятнышко так 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 что у нас тут есть интересного и если вообще что опять лед у нас прошлый раз тоже со льда все начиналось было лед а потом бац и уран золото золото ребята золото это тоже неплохо астероид золото так отлично прям золото а не стероид ухты аккуратнее я уже носом стал добывать ресурсы я готов к прыжку ребят давай разгоняемся выключаю гасители и восемь до включаю гасители и восемь до выглядит она очень очень живописно это планета вроде там не растительности ничего нету но это вроде как марс со льдом ну вообще вот смотрите да какая картинка смотрится вообще просто эпически и там много много ресурсов так что мы пойдем сейчас туда и там наверное пособираем ресурсы и подготовим небольшую такую промежуточную ресурсную базу а где я куда я присоединился то где вот вот она так вот тут кстати можно подобывать задание так ну-ка давай подлите сюда жаль я пока не могу от них заправляться да прям печально грустно так ну-ка давай 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 звук какой жесткий был так давай присосись отлично так генератор выключи все генератор выключил я и пошли прогуляемся так ну тут у нас продаются корабли насколько я помню вот сюда я не спускался что здесь есть это батарейки и тут ничего интересного кстати нету а по второму такому же ну-ка здесь вверх дорога у нас а это тоже стыковочная площадка типа площадка для площадка для посадки площадка для посадки так ладно идем сюда потом сюда 7 7 откройся ты откройся значит что у нас здесь 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 какая-то кухня здесь у нас время показывает время реальное сегодня так ну что здесь а здесь у нас корабли продаются да здесь кстати тоже можно покупать корабли его тут наверное какой-нибудь боевой то можно приобрести так интересно о сварщик разборщик прикольно конструктор а ты кто тягач а это чтобы можно было что-то перевозить перетягивать прикольно тоже кстати курьер это у нас бур круизер красный вот наверное какой-то боевой да хотя вооружение тут особо не вижу у него так это что такое стартер шип ой батюшки мои там какие интересные штуки так фрейтер еще какой-то фрейтер вот это похоже кстати вот на тяжелых это только на малых блок блоках а это на больших блоках да похоже по моему вооружение даже есть черепаха а черепаший добытчик и этот бур как он шахтер черепаха шахтер аптечка да вообще в тему ключ безопасности ладно но это можно по кстати можно по выполнять квесты задание позарабатывать деньги кстати хотите чтобы купить какой-нибудь из этих кораблей потестить по юзу пишите в коментах можно будет специально для этого вот смотрите тут эээ чего там надо найти эээ за 5 миллионов контракт на перевозку нет а вот на доставку лучше взять 5 миллионов что там 71 уран всего лишь пху легко у меня стопудово есть эээ что еще можно там ну за 77 тысяч я не буду тут даже с кресла вставать давайте еще что-нибудь миллионное посмотрим эээ ну и все ну они просто постоянно здесь новые обновляются поэтому можно будет взять ладно интересно посмотрели что тут у нас есть так туда у меня пока дороги нету надо повышать репутацию чтобы у меня тут открывались дверки все подряд ну и погнали тогда ребята вот кстати на шахтере может сюда долетать и разгружаться сразу прямиком да так но мы с вами непосредственно находимся еще смысл заперто ах ты какой злодей все отлетел да тут автопарковка не работает на таком у нас да так что она у нас вот так вот все понятно так ну и все пойдемте вниз тогда спускаться будем изучать нашу планету я думаю ох смотрите тут какое типа океан да большой прям большой синий океан прикольно кстати на этой планетке можно наверное что-то пробовать типа знаете транспорта на колесах хотя гравитация низкая будет довольно проблематично на нем двигаться но тем не менее так я что-то еще обнаружил но это на той стороне видимо четверть же у нас гравитация здесь прикольно так это что ну тормози что-то серебришко прикольно золото но я думаю золото мы не будем оставлять давайте мы его ну в смысле мы его оставим но отметим так как тебя назвать то пусть это будет так спутник чужих вот так у нас он будет называться золото вот так вот так так и давайте мы пролетим чуть подальше вот тут вот еще где-то я видел да вот оно пятнышко возможно здесь что-то есть еще вот вот в смысле кого стреляю в кого там стреляешь серьезно да блин подожди успокойся чё 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 я там нашел о ребята ха ха живность ёлы-палы жди а я безоружен да у меня ручного орудия то нету прикольно тот тут вылез со мной повоевать что-то о вот он еще один смотрите смотрите вот она эта штука о тараконий прикольно опа чё ты на меня что ли хочешь напасть ну-ка если я сейчас приземлюсь воу ха ха вы видали ребята чё вы там идите вы в баню нафиг ну-ка давай мочайте их мочите их понятно короче я тут платину нашел давайте мы ее отметим прикольно я тут не один тут еще и весело будет я так подозреваю короче да так окей это уже интереснее становится так спутник чужих где он у нас вот он давай мы тебе контрол c сделаем новое из текущей позиции контрол в и плотина вот так так если я сейчас просто лед пойду добывать сильно меня начнут мозг канифулить ну-ка давайте попробуем оп я отсюда вылез так давай теперь угу если я прям буллом залезу ну-ка подожди так давай y отцепляй си оп подожди в смысле а а че ты вот на луне он между прочим это а здесь значит атмосфера есть прикиньте я не могу на нем здесь вот это развод вот это прям кидалово это прям ярое кидалово вот это конечно меня сейчас расстроило ребят короче я смогу только на астероидах добывать да ресурсы или сюда надо делать да сюда надо делать на атмосферниках или на водородах атмосферник здесь разве есть атмосфера гравитация есть атмосферы я тут не вижу а ну она наверное есть только вот для вот этой гадости да вот для этой ё-моё и сколько у вас тут а тут вообще чё нельзя приземлиться что ли они прям сразу будут нападать серьезно хе-хе хе-хе так ладно будем подумать что с этим делать так подожди а если просто на земле я вылезу не на льду а просто на земле давайте попробуем да да вот наверное вот это все таки атмосфера да тут есть ладно так никель-платин еще одна платина так давай инвентарь gps давай спутник чужих вот она еще одна платина давай control c новый из текущей control v отлично так и давай проверка если я сюда сейчас ага а ну вот так короче на льду там у нас да они нет вот он прибежал урод нет тоже есть гадость так ладно все понятно вот так ребята оказывается то есть если я туда приземляюсь на меня начинают активно атаковать поэтому скорее всего нам здесь потребуется вот такой булок блок безопасности где он у нас где то есть вот такой блок безопасной зоны насколько я помню да вот он безопасная зона и его нужно будет ставить иначе там мне не дадут сделать ровным счетом ничего так 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 подожди выйди из этого режима вот а что у нас еще у меня сейчас 71 процент водорода до 71 процент водорода мне в принципе вполне хватит загонять на планету посмотреть там скорее всего тоже будут на золи вы чужие да так что нам нужно будет сделать что нам нужно будет здесь атмосферный да получается сюда нам нужен двигатель трастер или водородник атмосферный будет здесь работать или нет а просто если атмосферный здесь не будет работать то прям печально на водородах добывать ресурсы это конечно тот еще квест так ну а чё тогда давайте мы попробуем еще на планету приземлиться посмотреть что там на планете у нас будет ну вот где-нибудь прям вот как есть так вот и полетели вот туда вот в зеленых вдруг там леса есть да поехали какая тут атмосфера то наверное ядовитая смотрите зеленая какая планета 42 километра у нас до до посадки да насколько я помню тут еще и сила гравитации посерьезнее чем на земле будет что-то один на один по моему что ли сейчас посмотрим ребят как говорится война план покажет очень интересно а лед получается тут только на горах да я не вижу тут никаких водоемов может поближе когда спустимся и что-то и будет что-то я сомневаюсь прям похоже только на горах вот такой вот в виде кристаллического льда и все на этом это конечно печальненько на самом деле очень интересно ребят высота 9 километров допустим на тритоне при 10 километрах да и на земле собственно насколько я помню тоже да при 10 километрах уже максимальная гравитация а тут что-то еще вот она только набирает еще хотя по идее уже должна быть максимальная странно очень интересно ладно так ну нормально так слушайте планетка довольно красочная прикольно смотрится весело глаз можно сказать радует лед кремний магний смотрите ресурсы сразу здесь прикольно прикольно а если я сейчас это спущусь вниз так ну тут никого нету ладно это радует никто не пытается меня пока сожрать хе-хе-хе звук такой да это типа кто-то кричит вдалеке там чё-то где-то так а это что что за это что вообще а это лед такой да ладно серебро лед серебро лед так аккуратно опускаемся смотрите тут и золото и серебро тут все есть есть розовый лед ребята ну не много не мало можно сказать фруктовый лед здесь целое озеро фруктового льда залезаться можно но нет а валим ё-моё вы чё меня так пугаете то а залезаться облизаться можно ё-моё я ж кирпичей наложил вот заразы так ну тут вот этим точно я работать не смогу это вот прям железобетонно пошли сядем обратно всё отвалите от меня уродцы так ну всё понятно короче золото серебро здесь у нас всё хорошо кроме одного вот эти вот поганцы на меня нападают во кого стреляешь там никого нету ну нет там никого чё ты тратишь патроны ну всё понятно ребят ну слушайте я по земле то ходил на меня никто не нападал ну я имею ввиду вот где не лёд давайте попробуем ещё здесь прогуляемся да отстань ты уже от неё всё таракашки нету всё успокойся вот всё я здесь эээээм таракан или тараканы Ну и чё ты там? Во А чё не стреляет-то? Так, минус один А с него чё-нибудь можно взять? Да, о, вау-вау Ууу, нифига себе Нормально Таракане, стальные пластины, ребята Хе-хе, тут ресурсы тараканам приносят Ну да Так патроны бы что-то таскали бы, что ли Хе-хе-хе Ааа Да, короче, сюда надо подготовленным И стреляющим лететь Без этого тут, в принципе, делать нечего Ааа, или хотя бы мне надо с собой пушки взять А у меня здесь пушек нету Правильно же? Здесь с собой пушек нету? Пистолет есть Ну, патронов к этому пистолету Нету Ладно, полетели на Обратно на орбиту Тут больше, собственно, особо делать пока что нечего Слушай, довольно большой спутник, да? Довольно по-большому выглядит Так, в общем, вот такие планеты у нас получились, ребят Довольно Прикольно Я вам скажу, да? Мне понравилось Красочно Атмосферненько Все это выглядит Собственно, что? И для меня это вызов своего рода, да? То есть нужно будет что-то здесь такое сделать С помощью которого можно будет поставить на планете Какую-нибудь базочку И можно на спутники поставить Я думаю, наверное, мы начнем с вами со спутника Собственно, орбита спутник чужих Здесь мы с вами и будем обосновываться Единственное, что, наверное, потребуется Это надо найти какой-нибудь рядышком Астероид Это было бы вот прям Не лишним Так, ну что, будет нарисовываться какой-нибудь астероид? Или что? Или не будет их тут вообще? Не, ну по-любому картинка симпатичная, ребят Прям Прям шикарно, я бы даже сказал Там, кстати, смотрите, еще одна база Прикольно А это у нас пиратская какая-то Все ясно Не, ну нету астероидов-то А вот Че так далеко-то, е-мое Где астероиды-то все? Куда делись все астероиды? Знаете, какой чистое небо Ни одного астероида Так же не бывает Ага, вот, пошли астероиды Так, вот, плюс-минус, короче, ближайший астероид В 29-ти и в 30-ти километрах от орбиты чужих Да, и от планеты тоже, наверное, там Километров 30-40 Плюс-минус Ну, ладно Собственно, что я тут вот пока летел, ребята, думал Размышлял Времени было много, пока я летел В общем, что я размышлял О чем я думал Я думаю Значит, раз тут у нас воинственно настроенные две планетки Мы будем на них иногда развлекаться Летать и стрелять этих тараканам Ну, это так Если вдруг нечего будет делать Поэтому здесь, я думаю, мы сделаем с вами печатный станок Но прежде чем его делать Я думаю, мы с вами здесь замутим базу промежуточную Которая будет у нас именно ресурсна То есть здесь я поставлю много перерабатывающих заводов Вот здесь я поставлю много комплектовщиков, сборщиков И сюда буду стягивать со всех краев уже готовую руду И она будет здесь перерабатываться Я думаю, примерно как-то так это у меня будет выглядеть Ну, а руду, естественно, мы добывать будем Можно у нас из планет добывать, скажем На добытчике там можно будет сделать Типа базу с контейнерами И сделать там непосредственно корабль добытчик И летать, добывать по удаленке Контейнер забивать А типа такого дрона будет у нас туда летать Вот такая интересная фишка Или вот сюда летать дрон будет за этим А по удаленке возить Да Вот, ну, как-то так Да, можно, в принципе, вполне этим заниматься Вполне это сделать Вот, или здесь можно, допустим, также по удаленке Добывать Разбирать Непосредственно астероиды, которые здесь находятся Но это, в принципе, можно делать Вот непосредственно прямо здесь, так сказать В общем, но это мы уже будем делать В следующих сериях Я еще сформулирую себя в голове Как-то будет выглядеть Ну, общая тенденция примерно, наверное, такова Да, будет промежуточная именно ресурсная база Да, почему промежуточная Просто это ресурсная база Там у нас с вами стоит база водородная Да, можно поставить рядом две базы Но это будет скучно, неинтересно Я специально поставил в двух разных расстояниях Вот эти вот базы две И буду ими управлять Ну и, собственно, третья, наверное, база У нас будет строительная база На которой мы будем А может быть, здесь я и сделаю строительную базу Посмотрим, еще пока не определился Может быть, будет еще третья база Такая же удаленная Которая будет заниматься стройкой Возможно Ну, стройка я имею в виду построением То есть, там, поставить там какой-нибудь печатный станок Вот Или, может быть, передвижный печатный станок сделать Кстати, как идея В общем, это будет уже все в следующих сериях Это будет все далее На этом на сегодня мы будем завершать Такая вот у нас исследовательская серия получилась На этом на сегодня все Понравился ролик, ставьте лайк Есть что сказать, пишите в комментариях Спасибо, что досмотрели видео до конца Да пребудет с вами Джойстик Всем пока До скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok